Всем приветики! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня с вами готовим праздничный стол, который можно подать как на Новый год, так и на День рождения. Всего за 2 часа. Ну что, начинаем! Делаем горячие. На горячие у нас сегодня будут ребрышки. Берем свиные ребра и режем их отдельно на каждые ребрышки. В общем, ребра режем на ребра отдельно. Все складываем в миску, моем их обязательно. И теперь сделаем маринад. Для маринада берем 2 столовые ложки кетчупа любого, в идеале, конечно, шашлычный. Далее, столовую ложку соевого соуса, чайную ложку паприки, 2 неполные чайные ложки соли и пару зубчиков чеснока. Выдавливаем сюда, можно и сухой добавить чеснок, но со свежим повкуснее будет. Все это аккуратненько хорошо перемешиваем и в холодильник мариноваться где-то за час начинаем это готовить. Теперь сделаем очень быстрый салат, который готовится тоже просто. Главное, заранее отварите куриное филе, нарежьте его мелким кубиком. Раскладывать будем и подавать вот в таких креманках, но это уже по желанию. Делим куриное филе на 4 креманки, выкладываем, конечно же поливаем майонезом. Далее берем 2 помидорки, отрезаем попочки и каждую помидорку нарезаем мелким кубиком. Также перекладываем все в креманки и сверху майонез. Следующий слой у нас луковый. Берем либо можно зеленый лук перьями использовать, режем его, либо вот такой красный, либо обычный белый. Тут уже без разницы, какой там у вас есть, такой и делаем. Заливаем все это майонезом по креманкам, по равным частям раскладываем. Следующий слой это яйца. Режем их мелким кубиком, выкладываем также на слой с луком и сверху также добавляем майонез. Последний, заключительный слой это у нас сырок. Берем буквально 100 грамм твердого сыра, трем его на мелкую терку и сверху на яйца все это обильно посыпаем сырком. Сверху сыра можно также пройти сеточкой из майонеза, но это уже по желанию, я сделала. Майонеза много не бывает. Следующее, делаем украшение. Берем 2 киви, режем мелким кубиком. Там это можно делать, можно не делать, тоже как хотите. Выкладываем киви в форме такой елочки треугольничка и из майонеза тонким слоем делаем как бы вот такую гирлянду. Дальше украшаем меточками укропа и потом можно еще зернышки граната выложить, тоже для красоты все это делается. Но опять же, потом это все естся и в салате тоже все это очень даже вкусно. Вот такой прекрасный у нас красивый и очень вкусный салатик получился и к тому же готовится тоже быстро. Следующий еще быстрый салат, который приготовится в мгновение ока. Берем колбасу, режем ее мелким кубиком. Можно использовать ветчину, балык, даже та же самая куриное филе можно. Тоже без разницы, в общем, что из мяса есть, то сюда и использую. Выкладываем 100 грамм колбасе морковь по-корейски. И сюда же оставшийся кусочек сыра 100 грамм режем мелким кубиком. Даже тереть ничего не нужно. Добавляем все это в общую массу. Смазываем майонезом, все это перемешиваем. И теперь сделаем сухарики. Можно сделать из батона. Я сделаю из черного хлеба. Режем кубиком и на сковороде без масла просто их подсушиваем. Когда сухари приготовятся, сразу их не выкладываем, а именно перед подачей просто сверху посыпаем на салат. Иначе они размокнуты, будет месиво. Просто сверху вот так. А потому же, когда порционно подаем, тогда это все уже и перемешивается. Вот такой салатик, очень быстрый и, кстати, очень вкусный. Такие салаты обычно съедаются первыми. Их все любят, особенно с корейской морковкой. Следующее. Приготовим закуску с селедкой. Берем черный хлеб. Можно также использовать и батон. Далее обжариваем его на сухой сковороде. Берем одну отварную свеклу. Натираем ее на мелкой терке. Добавляем пару зубчиков чеснока, немного майонеза. Все это до однородности перемешиваем. И готово. На тарелку выкладываем теперь кусочек хлеба. Можно вот так еще кусочек салата выложить, если имеется. Чайную ложку нашей начинки из свеклы распределяем ровным слоем. А потом селедочка, пару ломтиков положим. И украсим еще укропом. И все, быстро еще одна закуска готова. И очень вкусная. И все, быстро еще можно veure. Закуска берем 3 отварных яйца, выкладываем в блендер, упаковка крабовых палочек и сюда же пару зубчиков чеснока еще добавляем. Все это в блендере блендерим. Добавляем потом пару столовых ложек творожного сыра. Я использовала Хохланд. Просто без всяких добавок сюда подойдет и обычно. Если нет творожного сыра, можно заменить майонезом, но с творожным сыром будет вкусно. Все это теперь хорошо перемешиваем до однородности. Берем тарталетку, вот такой мешок я себе соорудила, не оказалось у меня мешка, но ничего, можно всегда выкрутиться. Главное было бы желание. Выкладываем в тарталетку такой вот салатик кусочек и сюда же нашу начинку. Очень, кстати, вкусная получается крабовые палочки с яйцами, с чесночком. Очень вкусненько, закачаешься просто. И еще один вариант закуски с рыбой, если, например, надоели просто бутерброды. Тоже очень вкусно выходит. Берем одно яйцо, сделаем блинчики яичные, добавляем столовую ложку соевого соуса, просто смазываем ее немножко маслом, выливаем нашу яичную смесь и жарим блинчики. Жарятся они довольно-таки быстро, буквально по пару минут с каждой стороны. Все, блины готовы. Выкладываем на тарелку, смазываем творожным сыром тонким слоем, ну, где-то чайную ложку я использовала на один блинчик. Далее на блинчик выкладываем ломтики красной рыбки и немного ломтики огурца. И все это сворачиваем в рулет. Потом каждый яичный блинчик режем на равные части, где-то сантиметр толщиной. Вот такие красивые получаются на один зубок. Все, очень быстро готовится так же. Буквально, я говорю, на этот стол я потратила 2 часа времени, специально засекала, сколько мне уйдет, потому что все делается очень просто, элементарно, никаких тут танцев с бубнами, ничего не нужно делать. Ну и последнее, берем наши замаринованные ребрышки, выкладываем их на противень. Противень я застелила фольгой, чтобы потом его не мыть, тоже очень быстро, чтобы посуды тоже поменьше было потом. Выкладываем потом в духовку все это на полчасика, 180 градусов и готово. Ребрышки получаются очень ароматные, очень вкусные. Всем они очень понравились. Так что готовьте, не пожалеете. Немножко я еще так лучком замаринованным их украсила. И с луком вообще очень вкусненько тоже. Вот такой у меня получился стол. Быстрый, простой. На 4 человека за 2 часа. По-моему, это шикарно. Еды предостаточно. Всего предостаточно. Кстати, потратила я на него 2000 рублей. Так что тоже очень все неплохо. Готовьте с удовольствием. Вот такой стол у меня сегодня был. А я с вами прощаюсь. Всем пока и до скорых встреч. Увидимся с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok